Какой же ужас, я больше в этой... Эх, в этой забегаловке есть никогда не буду. У меня сейчас живот капец как сильно сводит просто. Я сейчас до туалета просто не успею доехать, как мне кажется. Шеди, погоди, стой. Это я капитан. А, ещё капитан. Ладно, на секунду буквально выйду. Ё-моё, да, капитан. Да что ты делать, ты сегодня будешь. Что случилось? Привет, Шеди, да так это, предупредить просто хотел. О, а что здесь происходит? Здесь это, технические работы века, можно сказать, сейчас происходят. Это главная канализационная труба всех наших трёх деревень. Короче, сейчас рабочие сказали то, что если бы они не приехали и вовремя не починили бы это всё, то один СМФ в туалете и просто бы вся труба, ну короче, всё содержимое, ну ты понимаешь, оно бы просто на воздух взлетело. Да ты что, капитан, ужас какой. Ты что, сколько ещё работы будут идти? Или они завершены, вы говорите? Эээ, нет, ещё не завершены. Они везде таблички повесили, чтобы воду в унитазе пока что не смывали. Иначе тут такое будет, если даже хотя бы один раз смыть. Ладно, понял, капитан, извините, очень спешу, очень много дел. Ладно, всё, не задерживаю, я просто предупредить хотел. Да-да-да-да, я понимаю, спасибо. Ух, ё-моё, мне подошло уже прям, я вообще терпеть не могу, давай газулю. Так, ну ничего страшного, уже немного осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так, ой, всё нормально. Не, ну на машине быстрей, на машине быстрей. Если бы я пешком бежал, я бы сейчас не добежал уже. Ух ты ж... Так, всё, машину потом загоню в гараж. Ух, всё, я побежал. Давай-давай-давай-давай, я должен успеть, я должен успеть. А что это за табличка здесь такая? Так, не смывайте воду в унитазе, идут технические работы. Я помню, я помню это всё, я не буду смывать, всё нормально. Ух, ё-моё, ё-ху, вот так ещё закрою на всякий случай. Фух, ну всё, вроде успел, это просто жесть какая-то была. Фух, ладно. Ой. Ой-ёй. Ой-ёй-ёй. Ну, вроде это... Вроде как это пронесло. А вроде и не пронесло, нифига. Мамочки родные, что происходит? Неужели кто-то воду смыл? Отвалите, бегите отсюда, пока живы. О-о-о, нифига себе. Это чё сейчас такое было? Нормально так чебурахнуло. Чё я наделал? Что сейчас будет? Мне же сказали, смывать нельзя. Вот я дурачок, конечно. О, нет. О, нет. Господи, я уже чувствую этот запах. О, господи. Ё-моё. Дышать невозможно. Друзья, приём-приём. На связи Шадимена. Ё-моё, я сегодня совершил просто гигантскую ошибку. Ну, в общем, сами всё видели. А во всём этом виноват вообще какой-то дурацкая закуска. В общем, я поел в каком-то непонятном месте. У меня просто начало живот пучить. Ну, я нечаянно, честное слово. Я по случайности, ну, по привычке, вернее, это. Смыл воду. Ну, вы знаете, руки сами тянутся, потому что привычка. Всю жизнь так делаешь. Ну, серьёзно. Один раз всего лишь и вот такое произошло. В общем, я не знаю, что делать, ребят. Это будет максимально странная просьба. Но каждый лайк, это минус одна коккуленция. Вот так вот, короче. Так что, чем больше лайков наберётся, тем скорее вся эта куча пропадёт. Но, господи, капитан, он прям в эпицентре находился, ребята. И также обязательно жмите на кнопку подписаться. Дальше будет интереснее. И ничего не будете пропускать. Надо ему позвонить. Господи, вот я делов-то делал, конечно. Ё-моё, запах прям сюда просачивается уже. А в гараже-то что у меня? Машина у меня на улице осталась. Я без машины. У меня машина, всё. Ага. Так, ладно. Так, звоню капитану, получается. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Капитан. Пожалуйста, возьмите трубку, капитан, возьмите трубку. Ё-моё. Не выходит ничего. Пробуриваться надо. Так, что делать? Что делать? Что делать? У меня есть подземные тоннели. У меня есть подземные тоннели. Ужас какой-то. Господи, ребят, простите, пожалуйста, если вы... Короче, ладно. Надеюсь, что вы сейчас не кушаете. Вот и я не буду стараться вам это не показывать. Это потому что просто ужасно на самом деле. Это катаклизм какой-то. Но не показать не мог. Потому что, серьёзно, раз в тысячу лет такое происходит, раз в миллион лет. Кстати, у меня такое было один раз в реальной жизни. У нас, короче, возле дома реально всё наружу. Вот из колодца, как-то из канализации реально вырвалось, короче. В общем, ладно, извините то, что я вам это рассказываю сейчас. У меня есть какие-то вроде бы вещи, инструменты и... Алмазные. Алмазные. Как же классно то, что они именно алмазные у меня. Так, ну у меня нет никакого костюма. Но я хотя бы вот эту форму сейчас надену. Потому что, ну серьёзно, ну как быть-то вообще? Так. Значит так. Мне нужно в лабораторию. В лаборатории находится бур, плюс там... Стоп, а что с жителями сейчас? Мне по-любому нужно в лабораторию, потому что это... Что? Я пройти не могу. Только не говорите то, что у меня тоннель завалилась сейчас, который наши дома соединяет все. Вот это да, конечно. Вот это приплыли. Мне, походу, придётся сейчас прямо... Прямо туда вылезать. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это да. Я в лабораторию, короче. Всё, давайте. До связи получается. Ух, какой ужас просто. Честное слово. Хорошо, что хотя бы это не как песок работает. А то, представляете, ты ломаешь, у тебя... На тебя... На тебя вся эта груда просто падает, начинает. Так, нужно просто копаться прямо. О, трава зелёная, господи. Хотя бы ещё не всё такого цвета стало. Это уже максимально классная и хорошая новость. Это песок. О, водичка, водичка, водичка. Так, это получается озеро маленькое, которое напротив моего дома было. Значит, я копаю сейчас в правильном направлении. Можно даже немножечко вот сюда вот направо уйти. Так, тут снова земля начинается. И, возможно, я даже сейчас где-нибудь на нашу тропинку смогу наткнуться. Но пока что нет. Пока что нет. Господи, где же лаборатория? Где же лаборатория? А ещё меня сейчас волнует, как же капитан поживает. Ну, серьёзно. Он прямо возле этой трубы находился. И я не знаю, если с ним сейчас что-то произошло, то это всё по моей вине произошло. Просто из-за того, что я нажал одну кнопочку на унитазе. Ну, кто мог придумать, вернее, представить то, что вот так оно может произойти? О, лаборатория, господи, наконец-то нашёлся. Ух, так, заходим вовнутрь. Так, тут, да, тут рукой всё открывается. Ух, ужас какой. Ладно, у меня тут куча, видимо, вот этой всякой фигни будет, так что это. Так, спускаемся вниз. Скажите, что здесь нет ничего. Есть, отлично. Здесь безопасно. Это самое главное. Это меня просто не может не радовать. И здесь тоже. Всё, свежий воздух есть. Лаборатории, запасы кислорода очень много. И жители, какие же они всё-таки у меня молодцы. То, что они пришли сюда. Жители, вы как? Это какой-то ужас был. Но мы когда землетрясение вот это услышали, вот этот звук непонятный, мы сразу все сюда прибежали. Вы просто лучше, ребята. Вы просто лучше. А капитаны никого больше не видели? Никто сюда не приходил? Нет, больше никого не было. Только мы. Это настолько быстро произошло то, что... Ладно, хотя бы мы успели спастись. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, ни в коем случае отсюда не выходите. Я сейчас пойду на разведку, буду выяснять, что с кем сейчас происходит. Ой, ладно, так, я за костюмами? Да, именно за костюмами. Потому что я намерен с собой взять абсолютно каждый костюм сейчас, который у меня тут есть. А у меня их четыре штуки. Так, во-первых, первый костюм я сейчас надену на себя. Так, только он... А, у меня шлем просто на голове, я понял. Куртка, штаны, ботинки. Так, вот этот костюм я, наверное, получается, тогда оставляю здесь. Мне его за собой незачем брать. Вот таким образом. И все оставшиеся костюмы я тоже забираю. Так, это костюм номер один. Потом костюм номер два. Так, кладу его вот сюда вот вовнутрь. И нужно, кстати, еще позаботиться по поводу аптечек обязательно. Так, все, все костюмы взял. Аптечки. Четыре штуки, я думаю, то что хватит. И так, что еще? Вот она, копалка. Ой-ой-ой, все топливо возьму. На всякий случай возьму прямо все топливо. Джетпак, кстати, на всякий случай. Теперь я летать могу. И что еще? И калаш можно взять. На всякий тоже случай. Потому что мало ли что могло произойти. Все, я погнал. Так, жители... О, кстати, точно, у меня же это... Джетпак. Так, никому никуда не выходить еще раз. Ну, вы сами знаете. Все, все будет хорошо. Так, попробую еще раз капитану позвонить. Перед тем, как сейчас я буду выдвигаться. Так, дверь обязательно всю закрываю. Все максимально плотненько. Все максимально качественно. Так, звоню капитану. Так, 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 так. Пожалуйста, капитан, возьмите трубку. Сейчас четвертого гудка дождусь, как всегда. И все тогда. Пожалуйста, пожалуйста. Это будет просто... Я не знаю. Лучшее, что я сейчас услышу. Ё-моё, ладно. Ой, сколько всего. Короче, я погнал тогда. У меня бур есть. Мне сейчас нужно, получается, копаться в сторону дороги. Только мне нужно... А вот все, я к бурю прицепил. И, в принципе, оно все работает. Так, ладно. С этой штуковиной будет все намного быстрее. Так, тут у нас трава начинается. В принципе, мой ориентир сейчас это дорога. Как только я дорогу увижу, значит, то, что я копаюсь точно 100% в нужном для меня направлении. Вот она. Вот она дорога. Все. Я встаю на нее, получается, и просто копаю вперед. Так. Пошло дело, пошло дело. Ну, естественно, так оно будет намного-намного быстрее. Так, здесь у нас идет маленький подъемчик. Потому что там у нас в будущем уже начинается потом мост. Еще чуть-чуть повыше. Отлично. Отлично. У меня сейчас просто все забьется вот этим добром. Честное слово. Тут столько всего. Главное, чтобы бур не перегрелся. Там еще с ним чего непонятного не произошло. Потому что... Будет плохо. У меня, конечно, есть еще один, который там в лаборатории остался. Но все же. За ним идти сейчас долго. Очень-очень долго. И что-то как-то это... Капец. Я могу так и потеряться. А вот она снова дорога началась. Что это справа? Показалось, е-мое. Какой тоннель-то темный прям, а? Прям ужас какой-то настоящий. Кошмар. Так. Ай! Е-мое! Я ж... Ах, этого... Господи, у меня сердце чуть не остановилось сейчас. Это что? Ой. Это мухи. Это мухи. Е-мое. Стоп, откуда они здесь? Опа. Тут тоннель есть. А... Откуда здесь тоннель? Простите, пожалуйста. Так. Ну, мух можно, в принципе, не валить. Они плюс-минус безобидные. Ах, ужас какой. Так, кто-то, получается, здесь копался. И как будто бы копался в сторону моего дома. Развилка, остановка. О! Это проход в сторону полицейского участка капитана. Так, я сейчас буду прям факела ставить, потому что... Да, потому что у меня, во-первых, их много, а во-вторых, чтобы вдаль все было видно. Капец, тут так много мух, что я когда вот иду, я реально об них спотыкаюсь даже. Они реально прям замедляют сильно. О, я пришел, походу. Внутрь залетели. Капитан! Капитан, вы здесь? Это Шэдди, это я. Капитан! Где он? А чё, кто копался тогда? Капитан, вы здесь или нет? Отзовитесь! О! О, Шэдди! Господи, я думаю, мне слышится или нет? Как ты себя чувствуешь? Порядок. Какой-то дурачок просто, походу, он смыл все-таки в унитаз это все дело. Да, походу, кто-то действительно это сделал. Интересно, кто бы это мог быть? Да вот не знаю, по шапке бы ему надавать, если бы только узнал, кто это. Так, ладно, капитан, это вы еще успеете, вот. А что дальше делать, вы что-то других знаете? Нет, ничего не известно. Хотя нет, известно. Мы пока что это все происходило с рабочими сюда, в сторону полиции побежали. Получается, у них тут недалеко трактор застрел. Вот и есть проход еще в сторону больницы. Неплохо было бы пробраться туда и забрать всех докторов. Это дело, кстати, это дело. Вы идти-то сможете? Да, конечно, только запах этот. По поводу запаха не переживайте, у меня костюмы с собой есть. Как раз три штуки, вот надевайте. Ого, ничего себе. Прям как будто бы ничего и нет совсем там. Ха, да, и вправду. Ну, работает он отменно, так скажем. Так что... Так, давайте тут решетку все-таки снимем. Потому что костюмы достаточно такие толстоватенькие, можете не пролезть. Вот, пойдемте. Слушайте, капитан, вы не против, если у вас тут это, немножечко, так скажем, это, добра оставил? Ой, да ладно, тут такой запах, что добро, оно просто повсюду. Ну, годами, походу, это навсегда уже останется. Ой, лишь бы не навсегда, капитан, вы что? Ну, ладно, увидим, пойдем давай в сторону этого больницы. Да, я уже иду. Слушайте, а когда это произошло, вы как реально успели убежать-то? Ой, да не знаю. Там какая-то чуйка у меня была. На самом деле, ты проехал, и я как-то рабочих всех. Короче, говорю, пойдемте-ка пообедаем, да и время как раз было такое. Вот мы и поехали как раз таки, вот и тогда это и произошло. Если бы я им покушать не предложил, нас бы там накрыло за головой, и все, как говорится. Поминай, как звали. Да, капитан, это, конечно, у вас это действительно чуйка какая-то. Боже, что здесь только происходит? А что это за тоннель такой широкий? Ну, я же говорю то, что тут это... Ээээ, как его? Ну, строительная техника была, помнишь, там возле этой трубы всякие штуки были, экскаваторы там и так далее. Вот, видимо, они копались какое-то время, правда, куда они докопались, я без понятия. Надеюсь то, что до больницы они все-таки смогли это сделать. Очень надеюсь, капитан, это ужас какой-то. Господи, найти бы, конечно, да, вот этого, кто это сделал? Ну, конечно, ну, а как ты найдешь-то? Хе, кто угодно, считай, мог сделать. Ой, не говорите и вправду. Так, тут, походу, придется вручную немножечко покопать. Потому что на этом таймнель заканчивается. Ну, что поделать, придется так придется, получается. О, капитан, я, походу, знаю, где мы. Что-то у меня бур, правда, как-то странно копать. А, нет, все, нормально, началось. Это дерево возле больницы, получается, капитан. Мы с вами очень рядом сейчас находимся, по-моему. Ну, надеюсь, надеюсь на это. Давай, Шиди. Ты тут все-таки тоже ориентируешься хорошо. Надеюсь, что с этого что-то получится. Давайте, может, попробуем куда-то вот сюда, что ли, покопать. Больница где-то здесь должна быть. О, вот она. Идемте сюда. Я, походу, прямо до этого. До входа докопался. Или что это такое? Погодите, красная. А, да, реально вход, капитан. Прикиньте, тут завалило прям по жести полнейшей. Так, давайте сюда заходим. Вот они, двери. Так, кто-нибудь есть в больнице? Отзовитесь. Есть кто живой? Ау! Ой-ой, я испугался прям даже. Чего там? Да не, в окне показалось просто. Есть кто? Нет? А мы здесь, наверху находимся. Поднимайтесь скорее. О, вы как? Порядок, сколько вас там? Нас это, Людочка и капитан, и я получается. Вы как? Да нормально все. У нас вот эти маски были. Мы хотя бы этот запах этот не чувствуем. У вас-то я смотрю вообще костюмы целые. А как вы сюда пробрались? Ой, пробрались мы, тоннели там есть плюс-минус. Я немного покопал, и до этого тоннеля были. Так, чё мы стоим-то? Давайте все быстро ко мне в убежище. Отлично, добрались. Я уж не верил в то, что у нас получится это сделать. Да, это было действительно настоящая, знаете, не эпопея, а вот эпопия. Вот честное слово, сюда это слово максимально подходит. Все целы, живы. Да-да, всё в порядке. Хотя бы маски эти остались. Ладно. Радиус поражения, по крайней мере, вроде бы распространился только на вашу деревню жителей, и на нашу, ну на вторую, которая возле больницы. Третью заделать не должно. Так что надеюсь, что они тревогу уже будут бить, а то я как не пытался позвонить, телефон у меня постоянно просто гудки идут. А, да, кстати, я капитан вам тоже пытался позвонить. Да у меня-то чего? У меня телефон из кармана вывалился, когда эта волна на нас полетела. Я уж это бежал, не чтобы спастись как бы. Ха, да, понимаю. Фух, ну что, ладно. В таком случае, друзья, у нас сегодня вот такая получилась эпопия, действительно. Но главное то, что все живы, целы, здоровы, и всё окей. Ну, как говорится, у нас тут всякое происходит в нашей деревне жителей. Ну, а на связи был Шеди Мэн. Всем удачи, хорошее настроение, не болейте. Не попадайте в такую ситуацию, в которую сегодня попали мы. Услышимся, увидимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok